Даня, я буду задавать тебе вопросы, ты можешь на них отвечать коротко или... Ну, времени нет, поэтому да, коротко. Поэтому давай быстро. Данила или Данила? Данила. И я писал вопросы. Данила. Лучшая локация в Гатчине? Огород. Был близок к тому, чтобы отхватить там люлей? Нет. Буфе говорил, что до конца карьеры у тебя на спине будет написано «круг». Но в «Зените» был круговой. Сейчас тоже. Как так? Запретили администратора, который работал в «Зените», сейчас уже работают в «ЦСКА». Забавно. Писали, что ты обожаешь прогулки. У тебя выходной или свободный вечер? Сколько шагов к ММ ты нашагаешь? Ты их 15. А если б делал YouTube-канал, ты о чем бы там рассказывал? Сказки. На ночь. Расскажи про самое дурацкое свидание в своей жизни. С парадой. Все. У всех оно было. Если отмотать время назад, в 19-м, выбрал бы «ЦСКА» или «Зенит»? «Зенит». Кость, кто больше всего обрадовался трансферу Чалова в ПАОК? Бабаев? Нет. Нобель. Сразу понял, что будет новый выпуск. А знаешь, что каждый день делает винлайн? Разницу. Винлайн делает разницу. Вот это хорошее. Твой главный конкурент «Зенит» — Дуглас Сантос. Одна история, которая докажет его крутость. Ну, Дуглас в порядке по всем родам. А в чем ты сильнее, Сантос? В скорости. Владимирский «Централ» или «Девочка Пай»? Две любимые песни Михаила Круга. Какая из них? Владимирский «Централ». «Ветер северный». Ты каждый день ходил в зал, качал пресс. Перестал? Это вопрос? Да. Нет, не перестал. И сколько кубиков на животе сейчас? Из шести, наверное, четыре осталось. Идеально. Ходит тренажерный зал, потому что Криштиану ходит в тренажерный зал. Но они не могут остановить мяч. Это цитата Федора Смолова. Ты таких встречал? Нет. Отдал бы своих детей в музыкальную школу? Да. Ты говорил, что мечтаешь о Мерседесе. Осуществил ли мечту? И на какой тачке гоняешь сейчас? На Мерседесе, да, осуществил. Видел цитату Кости Генича о том, что РПЛ для него как оргазм? Да, видел. Он там еще сказал, что твоя передача внешне вызвала в него эмоциональный стон. Что в последний раз вызвало восторг у тебя из увиденного в футболе? Ну, наверное, моя передача «Швидой». С химками как раз, когда ей ничего, она тоже, наверное, понравилась. Ты в детстве занимался тэквондо. Когда в последний раз применял прием оттуда жизни? Ну, так, дома, может, перед зеркалом и делаю пару раз. Георгий Черданцев в эфире назвал тебя Кругловым. Самый забавный случай, когда твою фамилию или имя путали. Ну, я знаю, да, это вот, как раз таки Черданцев, он больше всех путает всегда мою фамилию. Ну, может, мне еще Мостовым или Голубым зовут. Бывает. Ты не ешь оливье, как такое возможно? Не люблю. Осуждаю. Какое тогда любимое блюдо на праздниках? Блин, салат «Цезарь». Поехал бы на месте Чалова в Паук? Возможно. Марио предатель? Не думаю. Есть на то свои причины. Ты каялся, что Голуб потратил деньги на шмотки? Самая безрассудная трата? Косуха. Ну, это Косуха. Вот это курт, который неудобный? Да, Косуха. Представляю. Тогда и мотоцикл надо было сразу. Так, короче. Топ-3 любимых тиктокеров? Я не знаю тиктокеров. Я удивляюсь. Какой челлендж мечтаешь повторить? Та фиг знает на самом деле. Поучаствовал в челлендже какой-то повторить гол красивый. А стримеров смотришь? Да. Каких? Рекреент, рекреент. Депрессии существует? Нет. Сборная России кайф? Кайф. Лучше потренироваться с Венделом и Клаудинью или сгонять в Ханой? Сгонять в Ханой. Если отмотать время назад, как бы в ситуации с уходом из «Зенита» поступил иначе? Никак. Все как должно быть, так оно и есть. Ты говорил, что существуют силы отца свыше. Как он тебе помогает? Последний раз? Как это было? Приснится. Это тяжелая тема, я понимаю, но дай совет тем, кто потерял кого-то из близких в детстве. Как не пропасть самому? Ну, главное не опуститься в это и не поникнуть, взять себя в руки. Потому что ты владеешь жизнью, и кроме тебя никто не может повлиять на это. Только ты сам сможешь либо встать, либо упасть. Дань, спасибо. Пожалуйста. Было 40 вопросов. Круто. Последний топ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.